Условия, ну как бы сказать, маленько тесноватые. Есть съемные квартиры, есть съемные квартиры. О том, что скоро предстоит переезд в новую квартиру, семья Ухиновых узнала буквально за пару дней до приезда нашей съемочной группы к ним в гости. Она домохозяйка, воспитывает двух малышей, он помощник машиниста. В Нижнеудинск Чита перебралась год назад из Улан-Удэ. Сняли маленькую двушку, в общем, довольствовались тем, что есть. Панельная пятиэтажка в Нижнеудинске стала четвертым домом, построенным РЖД по программе помощи пострадавшим от наводнения 2019 года территориям Иркутской области. Первые три сдали годом ранее в соседнем Тулуне. Два безвозмездно отдали на муниципальные нужды, а в третьем поселили семьи железнодорожников. Российские железные дороги – большая компания, успешная компания, но успех компании – это прежде всего люди, это забота о нашем человеческом капитале. И сегодня как раз небольшой этап, но здесь, именно в Нижнеудинске, в одном из основных направлений по грузодвижению мы открыли дом. Его жильцами стали 25 семей железнодорожников. Ключи от квартир новоселам вручил лично глава компании Олег Белозеров вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Поздравляем вас! Всего самого хорошего, здоровья, благополучия! Долгожданный момент – знакомство с новым жилищем. До самого заселения семья не видела новую квартиру. О, как красиво! В полной тишине раздаются восхищенные возгласы родителей. Несколько минут спустя осмирили и малыши. Мы не ожидали, что такая красивая, прям с ремонтом, полностью обставленная. Современная квартира, современная квартира. Мы не знали про этот дом. Не ожидали вообще. Это круто заехать и жить. Действительно, РЖД построили для своих сотрудников не просто современное жилье, но и создали все условия, чтобы люди могли заехать и ни о чем не думать. Во всех жилых помещениях сделан ремонт под ключ. Каждую квартиру обставили мебелью кровати, диваны, шкафы и кухонные гарнитуры. Более того, каждое жилье полностью укомплектовали бытовой техникой. От микроволновок до плазменных телевизоров. Решение социальных вопросов работников – один из факторов развития Восточного полигона. Жилье способствует тому, что квалифицированные кадры остаются работать на БАМе и Транссибе. При этом РЖД помогает не только своим сотрудникам, но и местным жителям. Очень много проектов вместе с компанией РЖД. Я сегодня еще хочу анонсировать еще один проект. Мы с Олегом Валентиновичем договорились, что мы будем строить теперь такой же дом для работников социальной сферы. Строительством одного лишь жилого фонда сотрудничество РЖД и Иркутской области не ограничится. Во время рабочей встречи Олег Белозеров и Игорь Кобзев договорились, что компания займется восстановлением старого стадиона «Локомотив», который в былые времена был главной спортивной ареной Нижнеудинска.